Добрый день, добрый вечер, девчата, привет вашим парням, респект большой и уважуха. Меня зовут Виталий, и сегодня я продолжаю тему о саморазвитии женщины. И в целом, в предыдущих видеороликах я сделал такое утверждение, что саморазвитие это прерогатива женская, это большая женская сфера деятельности, саморазвития. И предложил вам для того, чтобы найти правильное направление собственного саморазвития, ответить на 8 вопросов. Мне интересно было ответить на эти 8 вопросов вместе с вами. И сегодня очередной вопрос номер 5 говорит о женственности. Считаете ли вы себя женственной? Какова роль женственности в вашей жизни в целом? Этот вопрос, скажем так, не актуальный для многих девушек и женщин, потому что категория женственности, она очень сильно законсервирована общественным сознанием. То есть существует совершенно определенный набор правил, поведений, мнений о женственности, который широко утвержден, скажем так, и распространен в культуре, литературе, художественных образах. И немногие, немногие женщины, девушки возьмут на себя такую смелость следовать этому образом, этому такому стандарту, такому общественному, высокому. Поэтому женственность для нас, это такое, как бы оно существует, да, безусловно, мы хотим быть женственными, но это, мы говорим для нас, такой высокий стандарт. И, в общем-то, в целом, вы правы. Итак, я коротко скажу вам свое мнение о женственности. Сломаю там некоторый такой стереотип женственности, и помогу вам трансформировать, принять это понятие женственности в новом качестве, в качестве вашего помощника, вашего саморазвития. Итак, первая причина, по которой мы должны заниматься женственностью, эту тему развивать, это возможность через женственность познать свой источник, источник своей внутренней мудрости, своей внутренней независимости. Это такой инструмент внутреннего самопознания, независимого самопознания. То есть, вам не надо читать какие-то книги каких-то философов, там, эзотерику, там, мудрость какую-то набираться внешнюю, так бы, стороннюю, да? Нет. У вас имеется внутренняя мудрость, внутренняя независимость. Благодаря женственности вы к этому источнику внутренней мудрости, внутреннего источника женственности своей прикоснетесь, и будете оттуда питаться им, скажем так. То есть, главная причина, по которой мы развиваем женственность, это возможность вместе с саморазвитием заняться самопознанием, независимым самопознанием. Это важно, потому что, когда мы занимаемся самопознанием отдельно от саморазвития, то мы не наносим вред нашей независимости, скажем так. Мы начинаем блудить там во всяких там мудростях всяких учителей, скажем так. Вторая важная причина, по которой вам необходимо уделять внимание женственности, это развитие вашей независимости через женственность. В чем выражается такая независимость? В том, что когда ваша женственность начнет развиваться, ваша независимость будет расти от кого? От человека, от мужчины. То есть, вы будете находиться в состоянии женственности, и вы будете ощущать свою единственность, неповторимость, исключительность, и при этом мужчины рядом нет. Помните, я говорил там в предыдущих видеороликах, говорил, что да, для того, чтобы саморазвитие началось, чтобы начался этот источник независимости показать своей, вам необходимо, чтобы мужчина был рядом с вами, и вы могли так приподнять себя, увидеть свою единственность, неповторимость, исключительность рядом с мужчиной. Но дальнейшее движение саморазвития, независимости, женственности поможет вам от мужчин, как бы отгородиться, стать от него независимой. Мы понимаем, что современное общество внесло в женственность множество всяких стандартов, приемов там, которые, как бы, нам не близки, скажем так, современной девушке, современным женщинам, и вам хочется что-то внести до нового состояния женственности. Я вас уверяю, безусловно, это правильно. Вы наносите свое индивидуальное, единственное, неповторимое. То, что вы почувствуете, ощутите в себе при движении саморазвития, независимости, женственности, единственности, исключительности, вы увидите, что вы можете внести сюда в женственность большую свою лепту, скажем так. То есть никакой обязанности носить там шляпки, платья, туфельки, сумочки, платочки там. У вас нет такой обязанности. Нет, безусловно. Если вы хотите там выразить себя по-другому, по-другому одеться, по-другому выглядеть, по-другому разговаривать, по-другому... То есть вы выражаете свою единственность и неповторимость. Через женственность. И четвертый важный мотив, причина, почему вам необходимо заниматься женственностью. Это главный, может быть, даже, я считаю, это главный мотив женственность. Это исключительное состояние, которым, конечно, находиться очень трудно. Постоянно быть женственной. И это состояние женственности, которым находиться постоянно, может только кто? Может только королева. Вот королева постоянно находится в состоянии женственности. А остальные женщины вынуждены к состоянию женственности обращаться по необходимости. То есть это состояние такое сложное, оно трансформирует ваш внутренний мир, и когда вы будете идти к состоянию женственности, оно будет вас приподнимать, и более того, постепенно, когда вы будете развивать свою беженственность, будет появляться мужчина, который будет готов вас носить на руках, как говорится, один мужчина донесет вас на руках до постели, а много мужчин донесут вас до трона, вы станете королевой. Это главный и очень важный мотив включить в свое саморазвитие женственность, потому что без женственности саморазвитие как таковое не получит саморазвитие, то есть вы остановитесь в каком-то состоянии консервативного саморазвития, и дальше не будет никакого движения, то есть пригодится саморазвитие. Я вам говорил в предыдущих видеороликах, что саморазвитие это не временное состояние, это состояние постоянное, как бы состояние единственности, неповторимости, ежедневное состояние саморазвития. Так вот, женственность будет всегда вам давать такой импульс, импульс этого саморазвития, то есть вас потянет заниматься рукоделием, вы скажете, зачем мне заниматься рукоделием, я пойду в спортзал, или вас потянет там заниматься художественным каким-то ремеслом, осваивать, да, интересно, или общаться с детьми, или сочинять какие-то стихи, скажем так, или какой-то текст сочинять. Очень много проявлений женственности, и женственность для вас сейчас, я бы хотел, чтобы женственность стала такой идеей, идеей, которую вы впитываете в себя, впитываете на основании тех правил и тех внутренних состояний, которые сейчас имеются у вас. Вот то состояние, которое у вас имеется, вы так женственности поймете, поймете, вы не бойтесь, не опасаетесь какого-то внешнего осуждения, разговоров каких-то, нет, вы проявляете свою женственность, как вы ее понимаете, понимаете, и она будет начать вас саморазвивать, женственность, и вы начнете трансформация такая будет происходить, вы не бойтесь никаких там мнений, взглядов там, и рассуждений каких-то о вас, и тому подобное, как обычно девчата этого опасаются. То есть множество вариантов, вы их пробуете, не бойтесь, это ваше внутреннее движение, внутреннее самопознание, вы будете лучше узнавать саму себя. И подвести такой небольшой итог, сказать, что женственность важная составляющая саморазвития, без которой саморазвитие как таковое не может прогрессировать, не может дать плод, плод, который принести, может только через женственность, потому что в женственности вы соединяете саморазвитие и самопознание независимо от внешней среды, независимо от влияния мужчины, независимо от влияния общества в целом. С вами был я, Виталий, будьте здоровы, счастливы, пока. Подписывайтесь, делайте вот такие лайки мне делайте, обязательно, без лайков я вообще не могу ничего говорить. Субтитры сделал DimaTorzok